Всем привет! Это второй сезон нашего проекта Аверс Реверс. Напоминаю, что в этих видео мы с братом соревнуемся в том, кто купит более выгодный и интересный автомобиль за совершенно разные суммы денег. В первой серии мы рассказали вам, как доехали из Воронежа в Ярославль на нашей Волге. И утром следующего дня ее продали нашему подписчику. И вот, деньги у нас на руках, осталось определить, кому достанется бюджет в 30 тысяч рублей, а кому в 70. После чего мы обязательно что-то купим и попытаемся на этом преодолеть 800 километров в обратном направлении. Поехали! Парни, ну что, с Дмитрием попрощались, Волгу оставили. Блин, ну вообще капец, знаешь, у меня прям это, ностальгия уже начала, знаешь, по Волге. Блин, капец, неужели я не увижу больше свою красавицу? Ну ладно. Вернемся, собственно, к нашим баранам, да? К нашим лосям. К нашим лосям, да, которых мы видели по пути в Ярославль. То есть здесь реально куча будет, было по дороге этих знаков. Осторожно лоси, осторожно олени. И действительно мы видели живого лося. Огромного, вот такого рогатого. Просто он вот так вдоль дороги стоял и такой... Считал. Что-то сегодня трафик какой-то большой. Но да ладно. В общем, вернемся к сути. Собственно, мы в Ярославле и нам нужно приобрести два автомобиля. Но сейчас мы определим, у кого какой будет бюджет. Для этого мы берем монетку. Собственно, у монетки есть одна сторона. Это аверс. Это орел. И реверс. Реверс это решка. Так вот, у меня, как обычно, аверс. То есть... У меня реверс. Реверс. Соответственно, чья сторона выпадает, у того большая сумма. Все просто. То есть правила предельно просты. И так, да, ты будешь подбрасывать. Я не умею. В общем, затаили дыхание. Аверс, реверс. Соответственно, должна быть... Должен быть орел, если я выиграл. И должна быть решка, если выиграл брат. Ну, я думаю, мне повезло уже в этот раз. Решка, бро! Твоюшку, налево! Теперь мне ездить за Шигулями вонючими. Смотреть весь этот кошмарный ад. Ну, нет, если справедливости ради, да, на самом деле, то и за 70, и за 80, и за 40 здесь один сплошной хлам. Так что сейчас быстренько расходимся. Быстренько кидаемся в наши телефоны, начинаем звонить, начинаем договариваться, начинаем встречаться. Так, ну что ж, расходимся. Счастливо! Да пошел ты! Сволочь! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Приехал в какой-то там район, да хрен поймешь вообще, какой район я приехал. Тут дождик, пришлось куртку достать. Ну, ладно, в общем, это я так отвлекся от темы. Приехал смотреть вот что он. Черри-амулет, 45 тысяч рублей. Черри такой, то есть, нужно варить, нужно заниматься, но есть надежда, что его смогут дешево отдать. Почему? Потому что, ну и машина на ходу, то есть, все с ней нормально, заводится, ездит. Просто мне интересно вообще посмотреть на китайца, на как гниют китайцы, что они из себя представляют, и так далее, и так далее. Поэтому, ну в общем, сейчас посмотрим. Еще, кстати, я сейчас узнал, что у них тут сегодня день города. Да, в Ярославле день города мы приехали прямо вот именно в этот праздник. Ну, его перенесли, то есть, он должен был быть весной, а его перенесли вот он сегодня. И, соответственно, тут еще, как бы, какой момент. Пока ехал сейчас, обзванивал объявления, очень много машин. Просто обзваниваю, ну, звонишь, попадаешь. Если берут трубку, да, то есть, где-то процентов, наверное, 30, просто не берут трубку. Потом, из тех, кто взял трубку, я не в городе, я на работе, я еще что-то, то есть, посмотреть машину тогда, когда вы хотите, ну, в общем, это процентов, наверное, 20 вам покажут автомобиль в тот момент, когда вы его ищете. Поэтому имейте это в виду тоже, когда обзваниваете, когда ищете себе автомобиль. Нет, из того, что вам понравится, из того, что вы действительно захотите посмотреть, получится у вас посмотреть. Ну, от силы, я говорю, 20, наверное, 30%. О, я вижу этого красавца. Я его вижу. Так, ну что, ребят. Ох, мама дорогая, мама дорогая. Ну, сейчас сначала обойдем вокруг. Так. Даже бампер на скобах на каких-то, на саморезах. Так, колеса спущены, но, видимо, не ездит сейчас машина. Ох, 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 ох. Ну, это капец. Это капец. Еще у него вот здесь на фотографиях было видно залом. Вот он, он. Там прям вообще такая дырень. Просто капец. Ох, ешкин крот. Сейчас его начнешь вытягивать, а он... А он не вытянется. Точнее, не то, что... Там металл начнешь вытягивать, он будет рваться. Ох, 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 ох. Так, ну сказали, что днище переварили, но... Порогом хана. И привариваться здесь уже не к чему. Ох, не вижу. А, ну да. Да. Ой, ешкин крот. Нет. Нет. Даже нет смысла звонить. Даже нет смысла звонить. Там нет пола. А ну-ка здесь сзади тоже. Ох. Здесь не видно. Сейчас с той стороны пол посмотрю. Ой. Так. Ой. Ничего нету. Все. Нет, ребят. Это вообще не наш вариант. Ну, сами все видели своими глазами. Такая жесть. Такая жесть. Нет. Это не наш варик. Я продолжаю, кстати, звонить по машинам. Тут нашел рядом сейчас одиннадцатую. Тоже требует сварочных работ. Но вроде заводится, работает как часы. Все прекрасно. Идут прямо, кстати, где-то недалеко. Но сейчас к ней. И тоже звоню. Еще там по нескольким интересным машинам. Но получится или не получится, сегодня посмотреть. Посмотрим. Почему-то все откладывают на завтра. Я не знаю почему. Может, правда, на субботу просто из города уезжают. Как знать. Так. Ну, я приехал смотреть одиннадцатую. И пока ехал, обратил внимание, что там, к сожалению, есть юридические ограничения. Поэтому, ну, ладно. Сейчас, конечно, посмотрим. Но, естественно, мы ничего покупать с юридическими ограничениями не будем. Как я на это внимание не обратил, я что-то так и не понял. Ну, ладно. Будет мне уроком. Буду смотреть объявление внимательнее. Хорошо, что на автору есть такие фишки, которые показывают, что не надо связываться с такими машинами. Потом будет дороже. О, я ее вижу. Идем смотреть. Вот это трэш. Вот это трэш. Вот она еще мокрая, ничего не видно. Вообще в землю вросла. Ну, это капец. Что у него колесо откручено? Прикол. О, днище. Ох, мама дорогая. Днища-то и нет. Вообще нет. От слова совсем. Ох, ешкин крот. Офигеть. 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 О, господи. Еще и юридические ограничения. Ох, жесть какая. Ну, это трэш. Это самое, что ни на есть трэш. Ужасная и отвратительная машина. Еще и с ограничениями. Как можно вообще это продавать? Ей цена, я не знаю, это цена металла просто. Это не машина. Колесо откручено. В объявлении там было написано, что заднюю арку еще нужно подварить. Ой, не арку, а стакан задний. А это значит, что там все, там кузова нет. Ну и, блин, днища нет. Капец. Друзья, вы можете показать нам, какие автомобили есть в вашем городе, чтобы в следующий раз мы приехали именно к вам. Для этого в описании к видео мы оставили ссылку на автору. Переходите по ссылочке, выбирайте один или несколько вариантов автомобилей из своего города и оставляйте ссылочки на них в комментариях. Автомобили, которые понравятся нам больше, обязательно отметим лайками. И, конечно же, будем выбирать город для следующего путешествия за автомобилями. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас иду смотреть Toyota Sprinter Karib. Что-то в этом роде. Здесь частный сектор. Я, если честно, уже заплутал и не знаю, куда дальше идти. И навигатор меня что-то гоняет по кругу и говорит, ну вот он этот дом. Ты что, дурак, не понимаешь? Вообще, цена у него изначально стояла 65 с торгом. Сейчас она выросла, потому что он поменял уже помпу, он поменял ремень, он поменял ступичный подшипник. Я вообще-то не просил его менять. Я бы за 65 лучше бы забрал бы. Ну, может быть, за 70 отдаст. Посмотрим. Поехали. Поехали. так по кузову смотри у нас здесь дырка большая идет здесь у нас ну скорее всего шпакли лопнутые мне кажется все таки здесь ржа здесь ржа дальше пороге пороге под замену ну прям сто процентов потому что здесь вот фольга наклеена скотч вот он дальше поехали арки здесь тоже сгнили но тоже это все по-хорошему менять варить надо по-хорошему а может и так поездить здесь тоже в круг ее до переваривать надо в любом случае и фара треснутая но как бы хватает своих причуд в любом случае но как бы какая цена такая такая машина здесь аморов нет стоит вот на палке найти их как хозяин сказал ну тяжеловато достаточно здесь ну вот как то так там отверстие у нас есть небольшой да да ну так погрызанные мыши на 1 а так с той стороны а по днищу тоже там получается дырочки есть его по правой стороне они у нас сейчас покажу вот они вот они то есть тоже днище нам подварить по салону весь пластик есть присутствует почти то есть он такой чистый ухоженный вот прям салон то что надо по электрике вопросы есть ну как бы заняться надо машины в любом случае спасибо так здесь вот так не прокурен ничего вроде да и салон вообще отлично раскладываться сиденье складывать не на а вот так ровный пол получается вообще пушка ребят если подводить итоги по тойоте то это откровенный хлам который брать ни в коем случае нельзя потому что у него нет абсолютно нигде живого места нету не днища не порогов не арок электрика хромает карл движка хромает потому что там переставляли что-то не то что-то не так свечи чего-то там тоже надо растачивать короче вообще трэш какой-то они машины какая цена 75 ребят ну давайте быть честными ему цена 40 40 и все и дай богу хоть кто-нибудь это забрал бы а сейчас едем смотреть чем мы едем смотреть ребят я забыл а сейчас мы едем ребят смотреть гольф 3 у которого нет абсолютно днище ну как меня заверили по крайней мере надеюсь хотя бы лонжероны остались вообще сейчас кстати ребят погодка что-то она то холодно то жарко потому что у меня на мне майка рубашка кофта сейчас мне стало жарко было холодно короче что-то у нас сегодня не сильно это все радует так наш второй экземпляр который я смотрю это у нас гольф 3 так первое что бросается в глаза у нас грыжа на колесе здесь грыжа на колесе там покрашена он валиком вперед он у нас бился то есть весь кривой косой лак положим коряво ну короче покрашен прям не от души по порогам пороги но местами надо делать то есть рыжики по низам дверей у нас нету молдингов молдинги рубля 3 стоит такая тоже большая печалька это лобовое которое треснуты ну как бы это рублей 5 наверное будет стоить лючок бензобака здесь заржавел дальше идем сзади да вроде все не так уж и плохо здесь у нас погрызана ну прям серьезные здесь было притёртость притёртость такая что в принципе полирнуть можно но что вот это вот белое это не грунт это краска от того автомобиля который притёрт здесь вроде ничего и ничего ну вот салон как бы салон более-менее живой давайте вот так вот то есть салон прям хороший вообще вариант неплохой но он стоит 55 за 45 отдают и за 45 но там еще руль стучит и как бы вот все очень печально люк тоже не рабочий вон там за 45 он отдает ну дороговато за 35 бы я такое добро наверно забрал бы ну блин потому что он тоже весь какой-то не кудыш так и Продолжение следует... Ребята, здесь вагон медведей. Медведи, майки, медведи, сувениры, медведи, магнитики, медведи. Везде они медведи. Все почему? Потому что в городе Ярославль герб это медведь. Ну, точнее, там изображен медведь. Да, Борый? Мне кажется, он подтверждает. В этом городе невероятное количество храмов на каждом квадратном сантиметре. Ты поворачиваешься налево храм, ты поворачиваешься направо тоже храм. И если ты не веришь в Бога, поверь мне, когда ты сюда приедешь, ты в него поверишь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я так много снимаю красоты в этом городе, что наш автомобильный канал, по-моему, превращается в тревел-блок. Учеба, веселье, друзья. Красота и общительность с людьми. Прекрасный город и замечательные люди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас хочу, чтобы каждый зритель, который нас сейчас смотрит, точно так же охренел, как и я, когда увидел это издалека. Сейчас мы вместе с вами подходим на самый главный парк в Ярославле, парк Стрелка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Этот парк, ребят, построили к тысячелетию Ярославля. И должен заметить то, что этот город старее, чем Москва и Питер. Обалдеть! Вообще классно! Здесь невероятная красота. И если вы здесь будете, ребята, сюда обязательно в первую очередь бегите. Да, здесь день города и здесь прикольно, здесь классно. Но я думаю, в обычные дни здесь не менее красиво. А в конце парка Стрелка у нас гастрономическое удовольствие. Невероятные запахи, невероятные изыски. Может быть, сейчас даже что-то с вами попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok